Главный тренер футбольного клуба «Гвардейц» Владислав Анатольевич Мальцев. Владислав Анатольевич, игра получилась эмоциональная. С вашей стороны, со стороны вашей команды, нашей команды, ваше впечатление о сегодняшнем игре? Хорошая боевая игра. Первый тайм, может быть, команда соперника владела инициативой и больше атаковала. Мы, может быть, искали свой шанс в контратаках. Второй тайм, игра выровнялась. У нас, в принципе, моменты появились. Ну, заслуженная ничья, считаю. Хоть и моменты были, в принципе, у обеих команд были моменты. Ну, по игре, если так брать, то ничья более адекватный вариант. Вы высказывали претензии в интервью, в адрес премьер-лиги Крымского футбольного союза. Если отбросить судейство, что бы вы еще хотели изменить, что бы изменилось в премьер-лиге, на ваш взгляд? Что нужно сделать? Ну, вы знаете, я думаю, мое мнение не особо кого-то интересует. Так эмоционально. Вы знаете, я с руководством потом разговариваю с президентом клуба. Просит меня не эмоционировать. Но, знаете, после игры тяжело. Ты еще в игре приходишь в себя, остываешь. Но я считаю, что все сказано мной ранее. Я полностью за свое слово каждое отвечаю. И могу добавить, что даже сегодня я знаю арбитра, новичок в лиге. В принципе, мы все живем в одном. Крыму он был футболистом на глазах у нас. Мы друг друга знаем. Не могу сказать его адрес, что он там плохо судил или хорошо. Он учится. Для примера лиги, я считаю, что работа его сейчас на данный момент слабовато выглядит. Те помощники, которые рядом с ними были, сейчас не могу судить их. Но я посмотрю сейчас. Я должен посмотреть видео. Седьмую минуту, двадцать первый эпизод с пенальти в первом тайме. Если все-таки там ни игры не было, и чистые выходы один в один, то, опять же, и с пенальти момент, то, когда мы здесь весной выиграли 1-0, от вашего клуба приехал представитель с видеоклипом, и судью Кораблева мы больше не видели. То, вы знаете, когда судьи ошибаются, есть какие-то санкции, да, то при этих ошибках ничего не происходит. Они как судят, так и судят дальше. А так быть не должно, так не бывает. А руководству лиги я пожелаю, чтобы они все-таки взяли вожью в свои руки, потому что пока мы видим только награждения различных кубков, медалей, а вожьей в руках у них нет. Вот и все. Вы знаете, где взять арбитров, которые не ошибаются? Ну, мне кажется, надо, вы знаете ситуацию, да, надо собраться всем, обсудить, ну, не мне уже, я думаю, представители клубов, которые уже в дальнейшем будут играть, обсудить все эти моменты. И сделать все прозрачно, сделать более-менее нормальную лигу, чтобы пацаны, ребята, парни здесь получали от футбола удовольствие. А пока мы только выясняем отношения там, за углом, скажем так, да? Хорошо. Этот сезон в Премьер-лиге, что дал вам положительного, вашим ребятам, вашей команде? Положительного есть, конечно, моменты, что, ну, первое, конечно, мы для себя получили громадный опыт, громадный. Я как тренер, все-таки любительская лига, она отличается очень сильно. И пацаны, те, которые мы взяли, студенты еще, ну, будем говорить, сырые, да, сейчас они смотрятся уже неплохо, показывают неплохое индивидуальное мастерство, ну, в принципе, и тактически подучились. Я только за то, чтобы ребята были востребованы. Я с удовольствием, чтобы ребят всех забрали в Премьер-лигу, чтобы они играли. Как можно больше крымских было. Я, как тренер, буду только радоваться.